Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, а сложно ли быть на самом-то деле Android разработчиком. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет. Вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «Ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! Итак, сложно ли быть Android разработчиком? И эта проблема, ну точнее этот вопрос, он вытекает из вопроса «сложно ли стать Android разработчиком?» И по факту эти два вопроса взаимосвязаны. Лично я, по своему опыту, выделяю три ступени в Android разработке. Да, первая ступень – это изучение и применение основ Android разработки UI и UX. Вторая ступень – это изучение и работа в мобильном приложении с архитектурой мобильного приложения и работа с базами данных. И третья, самая высокая ступень, самый высокий пилотаж – это умение программировать. Давайте разберем. Итак, вот вы, когда хотите изучать Android разработку и хотите начать что-то делать, с чего вы начинаете, с чем мы начинаем? Но, когда вы будете уже прям Android разработчиком, вы, скорее всего, не с этого будете начинать. Но в процессе изучения и в процессе старта – это первое то, чему нужно научиться. Это основа Android, то есть, по факту, работа с основными виджетами, вы должны понимать также устройство папок и файлов, и работа с Activity фрагментами и перемещение между ними – это основа Android. Кроме того, вы должны уметь насытить свое мобильное приложение необходимыми виджетами, то есть, кнопками, переключателями, текстовыми полями, экшнс-барами, выезжающими панелями. То есть, это весь интерфейс вашего мобильного приложения, и тут вам нужно применять знания в UI. И кроме того, у вас должно быть не только все это красиво, то есть, вы не только должны владеть UI и уметь настраивать взаимодействие пользователя с UI, но и также ваши эти элементы, они должны быть удобно расположены, то есть, так, чтобы пользователю было удобно и не слишком далеко было тянуться за ними по экрану. Здесь дело уже вступает UX, то есть, UI – это прям внешнее оформление, а UX – это удобность работы с вашим мобильным приложением. И вот, когда вы изучили основу Android разработки, также изучили UI и UX, то вы, в первую очередь, стремитесь всегда применить свой навык и создать мобильное приложение, хотя бы внешне. И это вот первая ступень, она легкая. Потом вы хотите, конечно же, сделать ваше мобильное приложение жизнеспособным. То есть, по сути, кто такой программист? Программист – это тот человек, который берет данные и что-то с ними делает. То есть, мы работаем с данными, и вам нужно получить доступ и умение, вам нужно умение работать с данными. С данными мы работаем, данные лучше всего упаковывать в формате базы данных. Здесь база данных SQLite, которая располагается на устройстве. И, например, база данных на сервере, например, хорошо подходит база данных в MySQL, и вам нужно настроить работу с этой базой данных. Ну, а лучшим таким качеством является, лучшим подходом является, когда мы берем данные из базы данных на сервере, и мигрируем эти данные в базу данных на устройстве. И вот, в общем-то, работая вот с таким подходным, когда мы работаем с сервером, она почти невозможна без построения качественной архитектуры. И качественная архитектура – это архитектурный паттерн MVVM. То есть, когда мы на слое Data получаем данные откуда-то сети, и на этом же слое Data мигрируем эти данные в локальную базу данных, и прописываем все необходимые методы уже работы с локальной базой данных. Далее, через слой Посредник, Domain, мы передаем эти данные в слой Presentations. А слой Presentations – это, собственно, набор наших activity, фрагментов, в зависимости от какого ситуация. Ну и получаем, конечно же, все это во ViewModule, где происходит обработка, а уже в activity фрагменты выдаются данные в чистом виде, в очищенном виде. И вот эта вторая ступень архитектуры и базы данных, она посложнее в раза два, чем ее изучение UI и UX и применение его. И вот когда вы изучили эту ступень архитектуры и работу с базами данных, вы уже можете смело разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение, потому что вы обладаете своим стеком, всем стеком технологий. Но когда вы начнете уже применять свои знания, вы столкнетесь с реальной жизнью. А реальная жизнь будет такова, то есть реальная разработка такова, что первые ваши два мобильных приложения, при разработке этих мобильных приложений, у вас будет сложность с применением знаний. То есть да, вы можете создать экран, вы можете там получить какой-то список записей, вы можете отредактировать эти записи, вы сможете добавлять записи, вы сможете там обновлять записи, удалять записи. Но работая с реальным мобильным приложением, у вас возникнет сложность с применением этих навыков, потому что вам нужно будет учиться искусству программирования. Никто этому вас не научит, нужно обжечься, и нужно самостоятельно 4-3 приложения каких-то сделать. Что это за искусство программирования? Это искусство продумывания бизнес-логики вашего мобильного приложения с увязкой тех технологий, которые вы уже освоили. То есть, например, у вас есть, допустим, приложение для интернет-магазина. Вы должны на подсознательном уровне понимать, как вы будете осуществлять, допустим, функционал нажатия на определенный элемент категории, и как при переходе на новый экран вы будете отображать список товаров только этой категории, а при нажатии на определенный товар вы должны понимать, как в новом фрагменте или activity вы будете отображать данные именно с этого товара. Ну, то есть, вы будете умею подумать, как вам проактивировать ID конкретного товара. Допустим, у вас есть корзина, вы должны понимать, как у вас будет построен функционал добавления в корзину, удаления в корзину, и самое главное, обновление всех этих данных и подсчет количества товаров в корзину. Как вы будете делать профессиональную систему авторизации через базу данных, не через Firebase, а через нормальную базу данных. И вот все такие вещи, которые связаны с реальным мобильным приложением, с применением реального, с настройкой реального функционала для мобильного приложения, с увязкой и с пониманием того, какие технологии вы здесь будете использовать, вот здесь будет уже еще и нужен навык построения правильного алгоритма, который будет не выбивать ваше мобильное приложение при работе, а поддерживать его стабильную работу. И этому вас никто не научит. Вам нужно просто на практике сделать несколько приложений, обжечься, переписать несколько раз, какое конкретное приложение, и только после этого ваш функционал будет великолепно работать. Этому вас никто не научит. Да, первым двум этапам вы можете научиться либо на курсе, прийти ко мне, да, но, кстати, третьим этапом я тоже обучаю на курсе, максимально обучаю, потому что все равно с третьего этапа вы сможете перейти в состояние полнофункционального миду разработчика, только самостоятельно проработав эти аспекты. Да, первым двум вас можно научить, третий все-таки наполовину можно научить, наполовину вам придется практиковаться, без практики никуда. Ну, а на сегодня это все, что я вам хотел рассказать. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok